Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале ННТ. С вами Махач Курбанов и мои коллеги. Коротко о главном. Родственная помощь. Задержан пособник сбежавших из колонии заключенных. В сельхозкооперативе Краснопартизанский активно идет сбор урожая винограда. Республиканские аграрии планируют собрать сотни тонн ягод. Подробности в сегодняшнем сюжете. Программирование по взрослому и информационные технологии с самого детства. IT-куб для школьников открылся в Каспийске. Расскажем чуть позже. Задержан пособник сбежавших из колонии шестерых заключенных, сообщает Следственный комитет Дагестана. Он приходится родственникам одного из них, подозреваемый в содействии Заур Аминов, брат сбежавшего Рашида Аминова, отбывавшего наказание за убийство. Установлено, что он помогал заключенным материалами, необходимыми для рытья и обустройства тоннеля. Следователи не исключают, что у сбежавших были и другие сообщники. Эта информация проверяется оперативниками. Напомним, что накануне был задержан начальник мастер-производственного цеха колонии, в отношении которого возбуждено уголовное дело по халатности. Сегодня состоялось награждение участников общероссийской акции «Мы вместе» в числе награждаемых активисты ОНФ, волонтеры и журналисты. Акция взаимопомощи стартовала в марте. За весь период работы в ее рамках удалось оказать помощь нескольким тысячам жителей республики. В основном это продуктовые наборы малоимущим и СИЗы для медучреждений. В благотворительные акции приняли участие 10 бизнес-сообществ, 28 общественных организаций и 3000 волонтеров. Сегодня наградили 47 отличившихся волонтеров. Для каждого из них это был бесценный опыт. Я работала в красной зоне, получается, в самый пик в начале мая. Больных было очень много. Первое время было очень жутко даже заходить туда. Главная такая сложность заключалась в работе именно в СИЗах, потому что дышать было невозможно. Очки очень сильно потели. Мы, можно сказать, просто на ощупь ставили и капельницы, и инъекции все. Слава благодарности, грамоту и памятную медаль мы вместе от имени президента получили и сотрудники телеканала ННТ. В период распространения инфекции корреспонденты новостной службы активно вели работу по освещению акции. Новости – это всегда работа командная, коллективная. И если бы не каждая звена этой информационной цепи телеканала ННТ, наверное, не удалось бы так информативно поддержать акцию «Мы вместе». Нам очень приятно, что Общероссийский народный фронт оценил наш труд по достоинству. Акция «Мы вместе» – это на самом деле уникальный проект, который помогает не просто нуждающимся, а именно несет, наверное, какое-то добро и веру в человечество, которую так не хватает нам порой всем. Для многих акция стала не только материальной поддержкой, но и зарядом неподдельного чувства единства. Именно поэтому в Дагестане на базе Дагестанского государственного медицинского университета открыт волонтерский клуб «Мы вместе», в котором участники продолжат деятельность по оказанию помощи. В период пандемии он убедительно показал, что волонтерское движение в Дагестане есть. Она умеет взаимодействовать с органами власти, с бизнес-сообществом и помогать нашим землякам-дагестанцам. Однозначно эта акция показала намного, для огромного количества дала намного больше, чем материальная помощь. Она дала нам чувство веры в добро, в дружбу, чувство веры в взаимопомощи. И я убежден, что именно благодаря этой акции мы одержали победу. В Дагестане сбор урожая винограда в активной фазе. Всего в этом году аграрии республики планируют собрать порядка 185 тысяч тонн. Четверть уже собрали. Затем, как проходят работы в Сергакалинском районе, в сельскохозяйственном кооперативе «Краснопартизанский» узнала и моя коллега Патимат Ханапова. Бескрайние плантации. Более 500 гектаров солнечной ягоды. В селе Краснопартизанский урожай собирают с самого утра. Это командная и слаженная работа. Из инвентаря только секатор и ведро. Остальное дело навыка и скорости. Пока одни работники обрезают виноградную лозу, другие сортируют. И после уже отобранные грозди грузят в машину. Прямо с плантации они попадают на прилавки магазинов Дагестана и остальных регионов. Именно эта партия отправится в город Мурманск. В этом году, по словам экспертов, виноградный урожай обещает быть хорошим. В этом году хороший урожай винограда мы ожидаем. Лишь столовых сортов на уровне 60 тысяч тонн. Только из этого кооператива уже отгрузили около 3 тысяч тонн винограда. Проблем с урожаем в этом году нет, признаются и сами аграрии. Но есть другие небольшие, но мешающие работе помехи. Например, нехватка инвентаря. Очень большая проблема в таре. Потому что тары категорически не хватает. Приходится с Краснодара заказывать. А вот вчера тоже не хватило тары. Звонили везде, не было очередя. И пришлось с Краснодара заказать. Она нам почти 58 рублей садится. На сегодняшний день здесь идет отгрузка как столовых сортов, так и технических. Один за одним кузова тракторов наполняются сладким виноградом. Полностью собрать урожай с этих гектаров планируют в течение нескольких дней. Патемат Ханапова, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Сергей Калинский район. Почта России подсчитала выигрыши дагестанцев в лотерею. За 9 месяцев этого года в регионе реализовано более 140 тысяч билетов. Чуть более 75 тысяч из них оказались выигрышными. Общая сумма призового фонда дагестанцев составила более 8 миллионов рублей. Один счастливчик стал обладателем одного миллиона. Свой выигрышный билет победитель приобрел в одном из почтовых отделений республики. Отметим, что с 2014 года на территории России проводятся только государственные лотереи. И главная миссия – финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. На эти цели уже перечислили более 12 миллиардов рублей. В Каспийске открыли IT-куб – это центр образования детей, где школьники получают знания и осваивают навыки в сфере программирования и информационных технологий. IT-куб открылся на базе Каспийской гимназии номер 11. Торжественное мероприятие посетила министр образования Дагестана. Подробности в следующем сюжете. Разработка программ «Виртуальная реальность» и робототехника. Теперь в этих стенах царит атмосфера научно-технического творчества. IT-куб открыл перед школьниками новые и очень нужные возможности в современном мире. Ребятам предстоит научиться разработке приложений для телефонов, графическому дизайну и изучить объемную сферу программирования. На первый взгляд, все это кажется очень сложным, но интерес ребят это только подогревает. Я интересуюсь всем, всяким программированием, создаванием игр, и мне кажется, это очень увлекательно. Меня привлекает вся эта техника, компьютеры. Я в детстве в них разбираюсь, в принципе, и поэтому хотел, можно сказать, научиться чему-то новому все-таки. А планету же связывается вот это увеличение с выбором профессии в дальнейшем? То есть программистом станешь или что? Ну, скорее всего, как раз таки вот хотел бы. У меня был ноутбук, и я плохо в нем разбиралась. Я подумала, что если я пойду в IT-куб, меня научат всему этому, как им пользоваться. Скорее всего, так. И мне очень-очень нравится техника. Я, мне кажется, буду ходить сюда и обучаться новым системам. Поздравить ребят с открытием инновационной площадки прибыла и министр образования Дагестана. По ее словам, это уже второй центр в республике. А к 2023 году IT-кубы появятся еще в трех городах региона. Стоит отметить и то, что обучение в центре бесплатно. За год оно охватит 400 детей от 12 до 18 лет. Прежде чем занять свое место в IT-кубе, ученики прошли отборочный этап. Есть у нас партнеры, которые предъявляют особые требования к набору групп. Это Яндекс.Лицей и IT-школа Самсунг. Отборы, подготовку пришлось пройти и учителям. Онлайн-обучение в течение месяца они проходили у московских специалистов. Пройдя образовательный курс, молодые педагоги, коих здесь преимущественное количество, лично убедились в том, что программирование – это необходимый навык будущего. Для развития логического мышления, если честно, мы должны развивать и взращивать инженерное поколение. И техническое параллельно. В основном, мы когда работаем с робототехникой, они развивают свое пространственное мышление. Такие IT-кубы запускаются по всей стране в рамках нацпроекта «Образование». Название IT-куб не случайно. Как геометрическая фигура имеет шесть сторон, так и инновационный центр имеет шесть основных направлений, осваивать которые ребята Каспийской гимназии номер 11 могут уже сегодня. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ. Лидеры общественных объединений республики прошли тренинги на командообразование. Обучение в конференц-зале Анжи-Арены для них провел бизнес-тренер международного уровня Павел Вербняк. Автор статей, книг и семинаров по постановке и достижению целей поделился своим опытом. По словам организаторов тренинга, представителей Ассоциации «Патриоты», подобные мероприятия помогут общественникам расширить кругозор, а также способствуют формированию новых инструментов и стратегии поведения. Под большим впечатлением от участников собралось около 50 человек амбициозных, активных, интересных. Мы в интерактивном формате, в тренингом ставили цели, планировали, расписывали план действий, ограничений, преимуществ достижения этих целей. Было очень здорово. Большое спасибо за приглашение. Дай Бог, будет получаться на регулярном основе. Буду приезжать к вам в республику. Мы занимаемся профилактикой экстремизма, профилактикой наркомании, терроризма. И на самом деле это те насущные проблемы, которые существуют, к сожалению, среди молодого поколения в нашей республике. И для решения этих проблем, конечно же, нам необходимо выработать грамотный системный подход. И к решению этих проблем необходимо подойти именно командно. Именно на эту тему, на тему команды образования и целеполагания сегодня именно эти темы были посвящены тренингам, которые прошли с приглашением. На этом у нас все. Оставайтесь на телеканале ННТ, смотрите наши новости, не переключайтесь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова